здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а что я сейчас буду делать я буду с вами пить чай и вот мои конфеты на самом деле это финики это изю и немножко грецких орехов вот это то что я сейчас буду пить рассказывать получать удовольствие но и делиться с вами очень люблю девочки мальчики стильные пары вот как никогда очень стильная пара подходит вот под это обозначение стильные это андреа бачели со своей супругой посмотрите какая она стильная ведь они в возрасте в хорошем возрасте и она еще молодец она недавно родила ему дочечку красиво я недавно рассказывала про их семью и вы знаете что я заметила я заметила что на ножки давайте глянем на ножки вот бачели супруга она любит кантри стиль стиль кантри она любит такие жакей сапожки она любит ботфорты она любит просто сапожки она любит ковбойские в общем кантри преобладает несмотря на то что иногда требуется элегантная она делает из себя элегантная кантри и если ей нужно куда куда-то сбегать в магазинчик или еще куда-то она опять-таки использует сапожки посмотрите как элегантно смотрится ведь италия довольно таки теплая страна и вот мы видим что тепло и как красиво она выглядит в этих сапожках вот этот первый аутфит который мне очень понравился и бачели в изумительном изумительным такой синий электрик костюм и выглядит тоже хорошо видно что она за питанием следит дальше подтвердились ли мои подозрения да они подтвердились вот пожалуйста здесь бачели идет с супругой и давайте посмотрим давайте посмотрим него такие стильные штанишки и она опять в ботфортах теперь уже в таком коротеньком платьице и очень нравятся короткие и вещи и элегантное пальто кардиганчик скажем так и впереди очень модненькая сейчас маленькая сумочка прекрасно они прекрасны поэтому мне просто смешно когда говорят что ой кому там за 40 то уже все в коротком ходить нельзя в ярком ходить нельзя в цветастом ходить нельзя я когда услышала одного нашего горя стилиста но знаете как психологи такие у нас и стилисты бывшем советском союзе еще не научились просто смешные вообще на стилистов на наших смотришь думают шарф надел стилист великий или бабочку просто смешно выглядят вот стиль вот это стиль вот это второй аутфит который мне очень понравился ну следующий аутфит давайте посмотрим крапинка такая элегантная крапинка вы знаете крапинка горошек это такой вот всегда модный выигрышный подбор давайте посмотрим на обувь и оп вот неожиданность опять сапожки стиль кантри очень красиво несмотря на то что у нее цвета белый черный и он в черном у нее виде видим рыжие кожаные сапожки кантри стиль кантри опять-таки очень симпатично бесподобные мы видим что они путешествуют по всему миру вот это где-то восточных странах они по всей видимости в индии или в таиланде посмотрите люди наслаждаются жизни наслаждаются ведь она вырастила двоих мальчишек его и родила ему еще дочечку и люди наслаждаются жизни просто они не сидят и не говорят вот если бы я просто уверена нашей женщине такой советского воспитания у нее был бы муж не невидящий скажем незрячий она не понимает что он все равно полноценный что он да есть какое-то вот такое но есть другие дары есть другие для чего для чего он в этот мир пришел свое предназначение ей подарить она будет сидеть и соседке жаловаться как тяжело как плохо да ладно не зрячий со зрячими сидят и жалуются ой какая как ей плохо как ей тяжело вы знаете слава богу моя мама никогда в жизни никогда в жизни никому а наоборот всех собирала еще нищих приводила и кормила такая умница была но таким образом нам пример давала и так заметила страсть к маленьким сумочкам и заметила ее страсть к сапожкам но здесь она в эликантных шлепочках просто на пальчике у нее вот такой вот колечко которая и держит эти шлепочки шлепки тоже имеет такой розоватый оттенок как и ее сумочка но бачейли любит черный белый а а скорее всего она его так одевает потому что до этого мы видели костюм вот такого цвета как у нее маечка нет у нее это знаете что комбинзончик да это у нее комбинзон вот в таком он был костюме до этого но здесь она свою чету отдела так розовые тона беленькие но и в джинсиках в черненьких бачейли посмотрите спортивный такой стиль это они побыстричку куда-то вышли прогуляться но здесь мы видим черно-белый это они на каком-то официальном и вот смотришь на вот эти вот пары бомонт вот это что не на есть высшее общество вот это то что называется бомонт это во всех отношениях деликатность элегантность посмотрите никаких вот этих надутых губ когда показывают бомонт наш но я имею ввиду наш это стран бывшего советского союза посмотришь ну шуты и клоуны шуты и клоуны из какого-то я не знаю села 40 лет без урожая или деревни пробившиеся там я не знаю в москву или там в киев или еще куда-то и вот они накачивают до упаду себе губы зубы я не знаю все что можно накачать они накачивают ходят смешат народ все на одно лицо все на одно лицо просто и не видят себя в зеркало вот что интересно не видит что это страшно выглядит страшно не 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 то что некрасиво и то что подправить себя нет это просто отвратительно выглядит вот эти вот губы вывернуты уже по этим губам в европе наших женщин видно за километр ну а в турции это понятно и в таиланде это все понятно там сразу видят на острове бали если губы появились а потом женщина это значит бывшие ссср и смеются когда слушаешь разговоры на английском языке подслушиваешь то стыдно становится посмотрите вот как должна выглядеть пледе истинная леди вот такой вот аутфит мне тоже очень нравится на волосинчиках у него все время разные пиджачки причем разной фактуры очень красиво смотрится наверняка она его подбирает все тщательно и жабо вот очень интересный свитерок жабо длинный пиджак и брюки порезанные как бы с порезами такая вот здесь бахрома тут 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 такие облегающие джинсы лосины сероватого цвета очень интересно когда волосы шикарные здесь она их распустила просто распустила здесь ну а вот тут они тоже на какой-то презентации и опять что мы видим она опять своих любимых сапожка может какая пара платьица серенько колготочки и вот таких вот интересных сапожках посмотрите как сделан каблук он спрятан внутри лаковые в этот раз сапожки она дело лаковые шикарные волосы тут я обратила внимание на ее босоножки изумительно красиво 12 сантиметров каблук я так примерно предполагаю такая пара красивая очень элегантные очень элегантные и клачик черный клач она держит лаковый платье декольте дело ах какие они здесь красивые но просто загляденье тут они в черном потому что они наверное знали что они будут стоять на красные дорожки очень красивые как с каким восхищением она на него смотрит улыбка бесподобная и нету вот этих вот ужасных вульгарных бровей знаете вот не гад вам надо брови вот большие широкие отрастить не хочу девочки успокойтесь не хочу потому что я знаю как и что нужно посмотрите бровок почти не то что поэтому она выглядит элегантно красиво а вот эти брежневские брови накаченные губы вывернутые сначала губа потом она вы что еще мне понравилась вот эта фотка где журналисты тайком их засняли они ходили за какими-то покупочками и здесь опять я надела свою розовенькую вот эту сумочку видно она и очень нравится на цепочке и очень интересная юбочка посмотрите с розовыми роскошными цветами в макосинах андрея она опять нет она уже в других шлеп очках очки большие и зачесаны прилизаны как я называю волосы я тоже часто прилизываю волосы андрея опять черно-белым так ну а если вы встретили бы их на улице то вы встретили бы их вот так посмотрите дубленочка у нее дубленка с белым мехом думаю что искусственным потому что я знаю точно что европейцы терпеть не могут натуральную шерсть а ну они не шерсть они терпеть не могут меха меха я где-то читала что именно вот она вероника берти защитник животных поэтому думаю вот так и точно она подобрала сапожки под эту дубленочку вот такая у нее сумочка интересная шарфик а сумочка сочетается с шарфиком и у андрея бачели мы видим вот такой вот пуховик ну наверное кофе с молоком да может быть даже в макачино цвет макачино а внутри черный цвет то есть двусторонний пуховик у него мне нравятся такие пуховики они подходят и под классический наряд как вот он одел сейчас он видите там галстук просматривается рубашечка видно он в пиджаке ему нужно был длинный пуховик и начищенный всегда начищенная обувь до блеска у него всегда и также по джинсы прекрасно такой пуховик будет смотреться универсальный ну а здесь он в простых таких синих классика цвет джинсах в беленькой маечке разговаривать по телефону а она лимонного цвета изумительное платье и посмотрите как мне нравится у нее грудка сделана плохо видно кружево кружево и вставочки там где грудь очень симпатичные внизу тоже у нее полосочка из кружев вот здесь вот и такое же лимонное даже ближе где-то наполовину лимон киви что-то такое цвет и на каблучках на каблучках посмотрим тут опять они идут вдвоем за ручку и вот у нее уже другая сумочка интересная беленькая и вот таком платьице легком опять на каблучках но уже небольшой каблучок сантиметра четыре с половиной может быть четыре и вот они идут вместе неизменный спутник бачели она постоянно с ним всегда его ведет куда нужно приводит с работы на работу по всем гастролям везде везде верный спутник но у них общая работа получается еще мне нравится вот эта фотка мы уже видели бачели в этом пиджаке шикарный пиджак а здесь она в белом это мы видели а сзади посмотрите всегда на подхвате сыновья бачели они как верные стражи они как ангелы-хранители и вот старший бачели везет свою сестренку младше сестренку младше он везет я очень часто вижу их когда он с младшей сестренкой это младший сын еще есть старший сын сыновья конечно потрясающе красивые ну правильно она их вырастила вот она их вырастила она приняла их как своих и вырастила но и на прощание вот они какие сейчас посмотрите девочка уже выросла мальчики ну просто красавцы вот она чита бачели вот так вот на фоне своего дома будьте благословенны будьте счастливы несмотря ни на что вопреки всему дорогие мои любите жизнь наслаждайтесь получаете каждый день максимум удовольствия но не забывайте делиться любовью с ближним не забывайте делиться этим удовольствием потому что иначе никак нельзя восхищаетесь всем вот люди живут вот так и каждая копейка заработанная тяжким трудом тяжким оба этих человека работают оба также и сыновья и вот дочечка растет так что знаете не нужно плакаться не нужно рыдать не нужно роптать иначе как моисей 40 лет по пустыне будете ходить и тот путь который можно было пройти за две недели из-за ропота из-за постоянных жалоб и недовольства они ходили 40 лет не ропчите все у вас получится все у вас будет хорошо с божьей помощью а я вас люблю будьте благословенны вы и ваши близкие пока пока